Добрый вечер. Как всегда, в это время объектив позиция в студию Рябовича. В это воскресенье, 1 октября, Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» сразится с баскетбольным клубом «Днепр». Чего ожидают харьковичане от игры, мы поговорим с директором БК «Политехник» Валентином Дмитриевичем Кулебабой. Здравствуйте, Валентин Дмитриевич. Рад видеть нас в студии. Рады тому, что начался, собственно говоря, сезон, баскетбольный сезон, начался в стране, в Харькове. Первый вопрос. БК «Политехник» имеет давнюю историю. В чем в последнее время игровой и тренерский состав изменился за последние год-два? С чем вы связываете вот это? Ну, первое, за год-два это слишком много сказано. За последние полгода, 3-4 месяца изменился не тренерский состав, а штаб. А мы сделали кардинальные перемены, изменения в плане управления клубом, будем так правильно сказать. Первое, мы исходили из того, что сейчас за 26 лет существования нашего баскетбольного клуба мы достаточно очень много интересных, хороших движений и мероприятий делали. И поэтому наш баскетбольный клуб стал потихонечку расти. Если взять последние 6-7-8 лет, наша команда, мужская, если говорить только о мужской команде, стала, много раз становилась призером высшей лиги, становилась чемпионом высшей лиги. Наши ребята становились чемпионами трижды, становились чемпионами среди студентов. 6-7, я сейчас на скорую руку не вспомню, становились призерами среди студентов и так далее. То есть много, и юноши наши становились чемпионами. Поэтому наш клуб как бы подрос. Подрасти, он, естественно, требует дальнейшего движения вперед. Чтобы двигаться вперед, для этого нужна суперлига. Мы вышли в суперлигу. Естественно, мероприятие и уровень суперлиги требуют очень большой организационно-структурных образований. Насколько был сложен выход в суперлигу для БК Политехник? Насколько что? Сложен был. Ну, мы стали чемпионами, это назревала ситуация. Став чемпионами, это уже как бы автоматически... Это все благодаря тем управленческим изменениям в команде, тому менеджменту, который пришел. Я вам сейчас как бы немножко более точно скажу. То есть в результате всего того, что мы сделали, естественно, уровень мероприятий увеличился. Класс и необходимость решения организационных вопросов вырос. Сейчас, если до этого все 27-26 лет или 25 лет я управлял и командой, и клубом, и был главным тренером команды, то сейчас, выходя в суперлигу, эти функции выполнять одному человеку практически нереально вообще. Естественно, мы приняли решение, наш извечный капитан, долгие многие годы, 20 лет, он был капитаном команды Тимура Рабаджи, стал главным тренером, он же для нас воспитанник, 14-13 лет он у нас занимается. А я, естественно, выполняю функции, как бы, директора клуба. Наш клуб существует 26 лет, лишь только благодаря тому, отвечая как бы на ваш вопрос, благодаря тому, что мы за эти 26 лет делали достаточно правильную, хорошую структуру. В нашем клубе есть и детские команды, и студенческие команды, и стритбольные команды, как раньше называли, сейчас это называется баскетбол 3 на 3. То есть у нас все подразделения, которые есть, даже в этом сезоне впервые мы выставим дублеров играть в первой лиге чемпионата, чего у нас раньше не было. Поэтому идея нашего баскетбольного клуба создать клуб, мощный, хороший, сильный клуб, одного из лидеров украинского баскетбола за счет харьковчан, за счет воспитанников харьковского баскетбола, мы эту идею преследуем на протяжении всего своего времени, начиная с 91-го года, когда мы образовались. Поэтому, естественно, и дальше мы тоже хотим это сделать. И тем не менее состав, основной изменился игроким, не харьковчанам сейчас. Да, да, состав изменился. Почему? Потому что, ну, во-первых, как ни печально, но уровень юношеского баскетбола за последние 10-15 лет значительно упал. В Харькове особенно, если раньше харьковчане были в лидерах юношеского баскетбола украинского, то сейчас эти позиции очень значительно сданы. И, естественно, приток молодых, интересных, перспективных ребят в мужскую команду тоже упал. Но, тем не менее, мы как бы продолжаем дальше над этой ситуацией работать и продолжаем дальше как бы эту ситуацию развивать. Благодаря этому мы, конечно же, естественно, привлекли в команду новых игроков. Задача стоит не только для того, чтобы усилить команду, играя в чемпионаты, но и задача стоит для того, чтобы все-таки дать возможность нашим молодым ребятам тренировать вместе с опытными игроками иностранцами, легионерами, американцами, сербами. Сербия вторая в мировом рейтинге в баскетболе. То есть с сербскими игроками тренироваться вместе и таким образом повышать уровень мастерства наших молодых баскетболистов. Если учесть, что из 16 человек 8 человек – это ребята 20-летнего возраста, 20-21, то тренируясь вместе с такими игроками, они, естественно, повышают свой класс. Как решил поиск легионера? Вот просто интересно. Очень просто. Сейчас нового ничего нет. Есть агенты, которые достаточно серьезно хорошо работают. Мы познакомились, играем в международной студенческой лиге. Кстати, нашим клубом играли в международной студенческой лиге. Мы познакомились с одним из агентов. И он достаточно оперативно нам предоставляет информацию по игрокам, по тому, что мы просим. И достаточно очень хорошо, быстро, оперативно все это происходит. Мы даже думаем о том, что если эти ребята вдруг не подтянут уровень Суперлиги, почему? Потому что все-таки нам еще немножко трудно, будем так говорить, на зубок почувствовать, что это такое. На удар мы почувствовали, образно выражаясь, что это сильно и больно. А вот почувствовать, как можно сопротивляться, насколько наш удар должен быть, образно выражаясь, сильным, мы еще пока не почувствовали. Поэтому, если даже возникнет ситуация, что эти легионеры вдруг по какой-то причине не соответствуют этому уровню, у нас уже есть ряд список тех игроков, которых мы можем... Запасные варианты, как всегда, у вас есть. У хорошего менеджера есть диверсификация рисков. Давайте поговорим о том сезоне, который прошел, 2016-2017 года. Как вы оцениваете его? Сколько успехов у БК «Политехник», чего вы смогли достичь, какие задачи перед собой ставили? Ну, задача, поскольку мы вышли в Суперлигу таким, будем скажем, составом, который играл в бывшей лиге, естественно, мы еще уровень Суперлиги недостаточно правильно и серьезно осознавали. И практически мы не изменили состав команды, добавив только двух американцев, добавили их в последний момент, как говорится, уже запрыгивая на подножку уходящего поезда. Поэтому, естественно, неудачный был подбор этих двух игроков, и они не оказали нам такой существенной помощи, как того хотелось бы. Поэтому, в принципе, задача была почувствовать, что такое Суперлига, понять уровень и масштабность этих соревнований, именно самого турнира Суперлиги, а не высшей или первой лиги. И, естественно, мы эту задачу поставили и, в принципе, ее прошли. Понятно, что в некоторых играх мы кусались, в некоторых играх мы выглядели очень бледно. И показать такой спортивный результат, как того хотелось бы с первого раза, конечно же, не удалось. Не удалось по многим причинам, объективным, субъективным. Они как бы уже в истории в прошлом, поэтому о них уже будем думать опосля. А сейчас, как бы, сейчас нацелены больше на то, что нам нужно для того, чтобы все-таки сдвинуть вот эту вот планку нашу в сторону. Ну, собственно говоря, в это воскресенье у вас получится такой шанс, да? В 14-й ноле в «Локомотиве» вы сыграете с Днепром. Это первая домашняя игра политехника в сезоне. Как вы готовитесь к этой игре? Как пришли подготовки? В принципе, если говорить о том, как готовится конкретная данная, на игре такой задачи особо не стоит. Почему? Потому что задача стоит перед ребятами, и всегда она была, есть и будет. Они должны готовиться к каждой игре. Каждая игра имеет огромное значение, каждая игра имеет определенный смысл. Не будем так говорить, что игра с Днепром дает нам больше очков, а игра, допустим, с Черкасами дает меньше очков. Все игры дают одинаковое количество очков, неважно, лидер это или аутсайдер. Поэтому готовимся одинаково. Команда Днепра достаточно очень серьезная, очень интересная, хорошая команда. Она, кстати, одна из тех команд, немногих на Украине, которая держится, базируется на своих воспитанниках и своей детской спортивной школе, которая у них есть. Поэтому играть с этой командой очень приятно, интересно. Ну и они в прошлом году стали обладателем Кубка Украины и очень хорошо потрепали лидеров наших с тем, чтобы стать первой, второй командой. Они заняли третье место, стали бронзовыми призерами. Поэтому, собственно говоря, игра с такой командой сильно и подтягивает, собственно, и ваш уровень, да? Естественно, конечно же, если ребята будут играть с такими командами, конечно же, они будут подтягивать свой уровень. Но я прошу прощения, мы сейчас не ставим задачу подтягивать уровень, а ставим задачу уже оказывать, образно выражаясь, такие удары, которые должны соперника тоже немножечко там... Вот вашу сопернику нанесли удары турки, да? 20 сентября проиграли они турецкому бою чем-чем, может быть, ошибся в произношении, и выбрала команда из Кубка Европы, БК Днепр. Вот как вы думаете, чего вы ждаете от игроков, от команды? Более агрессивной игры? Либо, например, поражение, оно сказалось на моральном духе игроков, и они уже в таком расслабленном состоянии, хотя, в принципе, заявления были в прессе, что они сосредоточат свое внимание на игре внутри страны, но, тем не менее, поражение и выбытие из Кубка Европы, оно не может не сказаться, наверное. Да, я думаю, что команда Днепра в этом сезоне поставит перед собой задачу побороться за самые высокие медали. Она достаточно такая амбициозная команда, и ее руководители, тренеры, достаточно такие люди, которые хотят уже чемпионства, поскольку этот клуб один из немногих клубов, которые существуют на протяжении всего периода существования истории украинского баскетбола. Поэтому я думаю, что они будут в каждой игре украинской относиться очень серьезно. Как повлияла прошедшая игра, и повлияет ли она на то, что на нашу игру, которая предстоит воскресенье в 2 часа в Локомотиве, пока мы все очень сложно сказать и трудно сказать. Почему? Потому что это начало чемпионата. Мы пока мы еще не знаем соперников, и нас соперник еще плохо знает. Те турниры, которые мы предсезонные провели, они не являются таким очень хорошим и сильным показателем. Сейчас команды будут комплектоваться, доукомплектоваться, кого-то менять, кого-то претерпевать какие-то такие изменения. Поэтому сейчас, на данный момент времени, немножко трудно сказать. Можно будет более или менее как-то говорить о той или иной команде, когда пройдет хотя бы 4 тура. Тогда уже станет более-менее такая ясная картина, кто на что и как выглядит. И наслужится основной составу уже тех игроков, которые будут доводить команду до победы, до победного конца. Смотрите, изменилась ли вопрос о подготовке игроков и вообще о стратегии и тактике? Изменилась ли она на протяжении вот этого периода переосмысления, может быть, задач БК «Политехник»? Вот пришел новый тренер, новый старый тренер, который работал, играл в команде долго, воспитанник. Что-то поменяется? То есть, каким образом это происходит? Например, простой пример. Отсматривался ли этот матч, это состязание Днепра с турками? Посматривали ли вы, как тактики действовали Днепр, как действуют турки, в чем было их поражение и так далее? Нет, ну, безусловно. Конечно же, тренер сейчас занят ситуацией. И, кстати, почему его и нет с нами в студии, потому что он сейчас и тренировочный процент налаживает, и с командой ведет разбор игры, которая предстоит в воскресенье. Над этим, конечно же, работает. Перед каждой игрой обязательно рассматривается соперник, обязательно анализируется игра соперника, обязательно смотрятся все ситуации, которые возможны, невозможны в игре. Но у нас, у тренеров, и у меня в том числе, как у спортивного директора, есть одно святое правило. Мы никогда до игры никаких прогнозов, ни таких вещей не делаем. Это как бы со всех сторон хорошо. И со стороны, как бы, такой вот... Ну, чего не хватало политехников? Быть может быть более агрессивной игры, более динамичной игры? Вы имеете в виду, по сравнению с прошлым сезоном? Да. Не хватало класса. Это очень просто все. Для банальности не хватало просто класса игры. Поэтому сейчас мы поработали и над этим моментом, и над техникой, и над физподготовкой. Достаточно хорошо в летний период времени ребята подготовили. Они прибавили в мощи, прибавили в скорости, прибавили во многих компонентах. Турниры, которые мы играли, показали это, что мы, как бы, где-то находимся, вот, будем так говорить, где-то на уровне тех команд, которые вот с черкасами мы играли, с будивельником мы играли, с будивельником до середины третьей четверти мы вели 15 очков. Потом выпустил молодых ребят, они немножко стушевались, и, естественно, проиграли 5 очков. То есть мы со всеми командами играли практически, ну, образно выражаясь, как в скачках, ноздря в ноздрю, рядышком находясь это самое. А это только турнир, или так будет в чемпионате, ну, это покажет, потому что и турнир, и чемпионат это абсолютно. Но сильные, слабые стороны команды на сегодняшний момент, вот на старте сезона, что вы можете сказать? Ну, слабая сторона то, что еще недостаточно до конца сыграны. Есть еще моменты, над которыми нужно очень-очень много работать. И сильная сторона радует очень-очень радует то, что все ребята заряжены на борьбу. Все сражаются, все борются. Особенно своим темпераментом очень хорошо в этом плане помогают легионеры. И сербы, они очень достаточно эмоциональны, хороши, хороши эмоции. Иногда эмоции их переклестывают, они получают ненужные фолы. Но в ходе этих турниров мы немножечко подкорректировали эти ситуации. Вроде бы как бы мы, вроде бы как бы справились. Посмотрим, как игры покажут. Очень хорошо Бо Барнс, американец. Очень хорошо заряженный на борьбу, на сражения. Очень такой жесткий сам по себе игрок. И показывает такую хорошую. Он, кстати, самый опытный в команде по возрасту и по, будем так говорить, стажу тренировок. Наши ребята, Рома Козлов и Антон Рочняк, во всех играх показали хорошую, стойкую такую борьбу. Хорошую игру в защите. Ну, на данный момент времени, будем так говорить. Ну, поэтому, в принципе, вот это самая сильная сторона, то, что ребята заряжены на борьбу. Ну, раз мы уже заговорили о персоналиях, в команде присутствует команда дух. Либо все-таки это сольная игра, да? Потому что кто-то на кого-то ориентируется и вот на одного игрока. Ну, вот как раз наша команда высшей лиги до этого момента отличалась как раз тем компонентом, что она обладала вот этим командным духом. Мы очень многие игры выигрывали, не имея большого бюджета, не имея, естественно, достаточной подбора игроков, которые могли бы дать солидную, сильную игру. Тем не менее, вот этот командный дух, политеховский, харьковский, тот дух, который как бы всегда присутствовал у нас в клубе, он всегда давал достаточно хороший результат. В прошлом году он не сработал, потому что к любому духу нужно еще добавить мастерство. Как ни печально, но нужно уровень класса игры поднимать. Поэтому сейчас класса игры поднимается, этот дух присутствует, ребята между собой достаточно дружны. Вот тоже мой вопрос был интересен, как восприняли ребята новых легионеров, не существует ли тех же самых языковых барьеров, то есть, либо это язык игры. Языковых барьеров не существует, потому что это и хорошо, что сейчас молодое поколение, оно достаточно очень легко и быстро переходит на английский язык, изучает английский язык. Поэтому коммуникация это достаточно такая несложная становится, и тренер наш Тимур достаточно хорошо общается с ними. Есть в команде несколько ребят, которые очень хорошо говорят по-английски, поэтому тут как бы языковой барьер с нашей стороны не присутствует, со стороны американца, бо, он немножко присутствует, почему? Потому что он как бы к русскому языку не совсем привыкший. С сербами легче, потому что сербы родной язык, они как-то так немножко быстрее, славяне есть славяне, они быстро очень схватают слова, есть очень много похожих слов, поэтому они очень быстренько... Кстати, один из них наш студент, студент политехнического университета, он и русский хорошо знает, и сербский, и английский, поэтому он нам очень сильно понравился. Но они влились в команду, влились в коллективы. Очень хорошо, и они по своим поведению, по своим поступкам и по своим характерам достаточно такие приятные ребята, хорошие, положительные, можно одни говорить, и есть где-то доля порядочности, по всей видимости. И наши ребята, всегда существовал дух дружбы, уважения, одного из легионеров, мы удивили тем, что он прилетел, а на следующий день у него день рождения, ребята купили подарок и поздравили с днем рождения, для него это было. Это было приятно, безусловно. Но тем не менее, внутри команды все-таки должна быть какая-то дружеская, но конкуренция. Какой игрок в политехнике наиболее результативный по очкам на сегодняшний момент? На сегодняшний момент трудно сказать, кто более результативный. Раньше это был Тимур Рободжи, сейчас больше или Рома, или Антона Рочнях. Но как будет в данный момент времени, потому что у нас, по всей видимости, из легионеров кто-то должен будет тоже взять на себя инициативу, быть более результативным. Это как бы сейчас рассматривается, над этим работает, потому что лидер в команде обязательно должен быть. Но хотелось бы, чтобы этот лидер был не тот игрок, который на себя тянет одеяло или перетягивает все, что только есть и что только нет. А был такой лидер, который, будем так говорить, созидающий. Таким был Рободжи. Он был лидером в команде, рядом с которым раскрывали все остальные. Он забивал свои 20 очков. Были случаи, когда я его отчитывал за то, что он мало забил. А когда брали протокол, смотрели, он забил 30 очков. То есть он так добирал очки, так лидировал, так солировал во всей игре, что он не мешал абсолютно игрокам, партнерам по команде раскрыть свои сильные качества. Это его очень сильно достоинство. Сейчас, пока у нас такого лидера нет. Может быть, мы это компенсируем за счет бойцовских качеств. Пока есть еще что-то, надо сказать. Контракты с легионерами, я так понимаю, подписаны на какой-то период. На сезон? Контракт подписан по формуле 1 плюс 1. У нас с ними есть такая договоренность. Если нас и их по окончании сезона удовлетворяет и устраивает ситуация, мы стоим как бы первые в списке того, чтобы заключить с ними контракт на следующий сезон. Это и они, и мы будем вместе рассматривать эту ситуацию. Я думаю, что это и для них хороший стимул. Почему? Потому что им не нужно искать работу, они уже знают это. И для нас это тоже. Почему? Потому что мы будем в течение сезона их сыгрывать, наигрывать. Надежда на то, что на следующий сезон мы будем ставить уже более серьезные задачи перед клубом, перед командой. Мы уже говорили немножко о тренировках. Изменились ли нагрузки в межсезонье по сравнению с предыдущими годами? То есть на что делается больше акцент на тренировочное время тренировок? На все. Баскетбол – это разнообразная игра. Нужно и бегать, и прыгать, и отжиматься, и быть физически крепкими и сильными, и иметь игровую выносливость, и быть атлетически хорошо сложенными. Мы прошли сборы в Прикарпатии, в Карпатах, в Политехническом университете, в фигуровке прошли сборы. Основная тренировочная база у вас? Мы тренируемся в основном в Политехническом университете Артема. А в лагерь ездили в фигуровку, и естественно, по мере возможности выбираем, где нам комфортно потренироваться летом. Там мы выбираем эту базу, и туда едем. Ни одна команда баскетбольная не существует без еще одного важного составляющего – это фанатов и болельщиков. Как у вас происходит этот диалог с фанами? Вы же их ждете, они уже вас поддерживают и наверняка вдохновляют. Ну, скажу, что здесь немножко есть у нас как бы пробел в этой работе. Почему? Потому что, ну, недостаточно, будем так говорить, мощно и сильно наша структура была до недавнего времени. Поэтому персонально, чтобы кто-то занимался именно фан-клубом или вот этой структурой, у нас этого не было. В этом сезоне у нас уже работа поставлена немножко по-иному. Появилась структура, которая будет заниматься и фан-клубом, и рекламной деятельностью, и всей остальной. Но, в принципе, если взять наш клуб, кстати, в 2004-2007 году играл в Суперлиге. Играли мы в Старом дворце спорта, в среднем на наши игры проходило 3-3,5 тысяч зрителей. То есть баскетбол Харьков любят, и мы надеемся на то, что все-таки любят баскетбол. Если даже взять школьную нашу лигу, которую мы проводили в прошедшем сезоне, приняло участие 365 школьных команд. Даже если по 10 человек. То есть это по 2-3 команды со школы, получается? Школы, сборная школа, да. Это играли сборные школы разных возрастных категорий, и мальчики, и девочки. И поэтому, в принципе, такое количество большой команд. Поэтому баскетбол очень сильно любил. Игента на этом состава была очень интересна, сколько я знаю. Много женских команд было, да? 95 девичьих команд было. Пожалуйста. И борьба среди девочек была похлеще, чем среди ребят. Особенно, когда появлялись красивые, хорошие мальчишки в зале, девчата. Показывали все, на что они способны. Вот смотрите, вот это возобновление интереса к баскетболу, это энтузиазм, он снизу идет? Либо существует ли какая-то поддержка со стороны государства баскетбольных клубов? Вы ощущаете эту поддержку? Да, в принципе, здесь хороша та ситуация, в нашем клубе хороша та ситуация, что она со всех сторон действует. У нас достаточно большая гвардия тех людей, которые занимаются баскетболом и активно поддерживают эту ситуацию. То же самое это касается и, будем так говорить, за пределами клуба или тех людей, которые нас поддерживают. Это и компания «Авантаж» нас поддерживает, это и «Сануил» нас поддерживает. И, конечно же, на протяжении всех 27 лет нас поддерживает политехнический университет. Нельзя говорить, что наша команда не состоялась бы за эти 26-27 лет, не состоялась бы, если бы ни городская, ни областная администрация не поддерживала наш клуб. Они очень активно и очень серьезно в этом плане поддерживают. И в прошедшем сезоне, вот прошедший сезон и этот сезон, очень большой интерес к нашему клубу, к нашей команде проявил президент Федерации баскетбола Бродский Михаил Юрьевич. С тем, что он ставит перед собой такую интересную задачу, все-таки в Хураде Харькове создать достаточно престижную, сильную, хорошую команду. И он со своей стороны, будем так говорить, с Киевом, если можно так выразиться, со стороны Федерации. Здесь на местах то же самое, и город, и область, и наши спонсоры очень здорово, хорошие. Ну вот смотрите, около 400 команд, вы все говорите о юношеском баскетболе, приняли участие в чемпионате. Это говорит о том, что Харьков, быть может быть, поборется за звание столицы баскетбола страны. Либо, по вашим ощущениям, это звание занимает столицу там, это Киев, это Гордец. Пока есть как бы таковое понятие, как столица баскетбола. Это же условное понятие. Я понимаю, что да, но в принципе, будем так говорить, Анатолий Петрович Денисенко, президент Федерации баскетбола Харьковской области, однажды в разговоре сказал такую интересную, прекрасную вещь, она мне очень понравилась, симпатичная. Мы ее сейчас везде и всюду пропагандируем среди детских тренеров. Он сказал, когда они задали вопрос, что нет денег выехать на первенство Украины на всевозможные соревнования, он сказал, подождите, Литва, такая как Харьковская область, чемпионат Литвы повыше стоит, чем чемпионат Украины. Почему чемпионат Харьковской области нельзя сделать таким, как чемпионат Литвы? Вот если мы все-таки поставим перед собой такие амбициозные, хорошие, правильные, в хорошем понимании этого слова цели, то я думаю, что Харьков и Харьковская область сможет все-таки вернуть и те старые, добрые, хорошие традиции. Среди наших воспитанников достаточно. В каждой сборной, национальной сборной Украины наших воспитанников харьковчан играет 2-3 человека. А это уже фактически 25-25% команды. Если разбить на всю территорию Украины, то это очень значительный прогресс. Будем надеяться, что Харьков задаст вот такой стимул. Болчок, да, наш город. Последний вопрос. Какие ваши прогнозы на сезон 2017-2018 год? Какие главные задачи? Ну, мы уже частично их говорили, если так и подытожить. Чего вы ожидаете от этого сезона? Ну, во-первых, я, конечно же, хочу ожидать. Я хочу. Не ожидаем, но хочу ожидать. Конечно же, хочется ожидать того, что все-таки мы сдвинемся с этой мертвой точки. И все-таки начнем движение вверх поступательное. Поэтому на первый этап мы ставим перед собой такую задачу. Вот первые четыре команды, которые есть, начиная с 5-го, 6-го, 7-го, 8-го места, этим командам дать не просто бой, а постараться стать лидерами среди этих команд четырех. Конечно же, с первой четверкой будет бороться очень сложно, очень проблематично. Кусаться мы все равно будем. Может быть, один из наших укусов окажется для них. Ну, на зубах же вы попробовали уже. Да, да, да. Будет больным, поэтому с ними мы будем обязательно кусаться. Но, в принципе, это первая четверка, это команды, которыми практически сейчас бороться очень сложно. Поскольку они усилены и укреплены таким составом, чтобы играть в европейских кубках. Мы хотим тоже участвовать в европейских кубках, но не на данный момент времени, увы, к сожалению. Но, тем не менее, мы все равно ставим перед собой задачу побороться за серединку турнирной таблицы. Я буду более оптимистичным, буду надеяться, что все-таки в ближайший год-два БК Политехник все-таки сможет пробиться на Кубок Европы. Вы же вопрос задаете правильно. Вы же сказали про этот сезон, я вам скажу, что в этом сезоне. Следующий и последующий сезон, конечно же, мы ставим задачу обязательно биться за европейские кубки. Это мечта жизни. И вторая мечта, это все-таки, чтобы у нас в городе Харьков был все-таки построен спортивный комплекс баскетбольный, где можно будет проводить. Вот не зря я спрашивала о тренировочной базе, потому что все-таки мощности и возможности Политехнического университета и других мест не соответствуют современным требованиям подготовки хорошей команды. Да, поэтому мы играть будем не в Политехе, а будем играть в Локомотиве. Вот первая игра в воскресенье в 14.00 с Днепром. Мы как раз и будем играть в спортивном комплексе Локомотив. Не всегда, может быть, будут получаться играть в Локомотиве. Ну, в принципе, мы сейчас нацеливаемся на эту ситуацию. Но опять-таки, зал Локомотив хорош, прекрасен, вопросов нет. Но лучше, если это свой зал. Поэтому мы хотели бы иметь такой зал, как Локомотив, но лучше, если он будет еще раз в два лучше. В этом вопросе наверняка нужна помощь и всех спонсоров, и власти. Я думаю, что через какой-то период времени, мы будем все надеяться, что все-таки в Харькове появится большой спортивный комплекс, который будет посвящен всецело баскетболу. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы приглашаем всех харьковчан, всех ценителей баскетбола 1 октября в 14.00 в Локомотив, где сразится баскетбольный клуб «Политехник» с Днепром. У нас в гостях был Валентин Дмитриевич Кулибаба, директор баскетбольного клуба «Политехник». Я прощаюсь с вами до следующего эфира. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!